Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы с вами рассмотрим самый простой способ, как сделать радиоуправляемую машинку. Поехали! В предыдущих видео я уже рассматривал несколько способов, как сделать радиоуправление на Ардуино. Но там есть свои нюансы и свои сложности. Например, нужно паять сложную электронику, либо заниматься программированием микроконтроллеров. Тот метод, который мы рассмотрим сегодня, он это исключает. Достаточно лишь иметь необходимые запчасти и собрать их вместе, и все заработает. Первым делом нужно перейти на сайт Алиэкспресс и найти необходимые запчасти. Список, конечно, очень большой и выбор огромный. Вот, например, готовое радиоуправление, но без корпуса. А вот уже готовое в сборке пульт вместе с электроникой на 2,4 ГГц. Так что, тоже вариант. И если поискать, здесь много разных вариантов можно найти. Вот, например, такое радиоуправление, или вот еще чистая электроника, ее куда-то можно вставить. А вот отдельно можно приобрести пульт. Если у вас уже машинка есть, и в ней стоит электроника какая-то, то можно приобрести отдельно пульт, и, как правило, оно все вместе соединяется и отлично работает. Я же себе приобрел вот такое радиоуправление. Но сейчас продавец поднял сильно цену, потому что я его покупал всего лишь за 4 доллара. Я ставлю ссылку именно на это радиоуправление. Возможно, когда вы будете приобретать, то цена у него будет уже другой. Возможно, сейчас приближаются какие-то праздники, поэтому многие продавцы поднимают цены. Поэтому на эту цену не смотрите. Также я ставлю ссылки на некоторые другие радиоуправления. После того, как получили посылочку, приступаем к сборке. Набор представляет из себя пультик. Конечно, непонятно, зачем здесь столько кнопочек, хотя достаточно вперед-назад-лево-вправо. А здесь кнопок довольно много. И небольшого модуля приемника. Правда хлипенькие, но, думаю, эти провода сойдут. А также пакетик с болтиками и антенка. Ну а все модификации я буду производить с вот такой вот машинкой, которую я уже успел частично разобрать. Открываем крышечку. Здесь изначально был аккумулятор на 3,7 вольта. И стояла вот такая плата. Она не на 27 МГц, а на другую частоту. И поэтому с этим пультом эта плата не заработала. Но вообще в радиоуправляемых машинках часто ставят одинаковое оборудование. Поэтому можно купить просто отдельно пульт. И если в машинке уже есть плата, то, скорее всего, процентов на 99, что заработает машинка с новым пультом. Даже необязательно ставить электронику другую. Но эту электронику мне пришлось убрать. Осталось теперь поставить сюда эту электронику. И все припаять. Провода я, скорее всего, эти поубираю. Потому что здесь уже есть все необходимые провода к моторам. Смотрим на контакты. Здесь написано «Back Forward». Это «Вперед-назад». И вот к этим контактам. Вот они, эти два контакта. Мы сюда и припаяем контакты к мотору. Дальше смотрим. ЛР – это «Left-Right». Это мотор, который идет на повороты. Влево-вправо. И последние два провода – это питание «плюс» и «минус». Баттери «плюс», «баттери» «минус». Работать машинка будет от аккумуляторов. Итак, проверяем. Обязательно перед сборкой нужно проверить. Потому что можно перепутать контакты мотора. И при нажатии «Вперед» машинка будет ехать назад. Или при повороте «Влево» машинка будет поворачивать вправо. Итак, смотрим вперед. Машинка едет назад. Назад машинка едет вперед. Но хоть повороты нормально работают. Значит, нам нужно поменять местами контакты, которые идут на основной мотор. Чтобы машинка ехала правильно вперед-назад. А то у нас едет наоборот. Так, теперь надо как-то закрепить плату, чтобы она не болталась. У нас есть свободное вот это крепление и это крепление. Эти два отверстия – они для крепления крышки. Поэтому нам они не подойдут. Так, один винт есть. И второй. Но у нас есть еще антенна. Нам нужно теперь как-то разместить антенну. Я думаю сделать вот так. Антенну прижать прямо вот этим винтом. И вот так мы сюда вместе с платой прикрутим. И теперь как-то внутри корпуса эту антенну мы сейчас разместим. Если, конечно, получится, что я немножко сомневаюсь. Итак, последний тест. Вперед, назад, вправо, влево. Интересно, что другие кнопки делают? Они повторяют повороты. То есть здесь четыре кнопки не просто повторяют команды. То есть, что здесь вправо-влево, что это вправо-влево. И здесь кнопки повторяются. Я не знаю, зачем так сделано, но неудобно. Ну что ж, давайте потестируем теперь ее. Субтитры сделал DimaTorzok